ребята привет с вами леонид прежде чем мы начнем путешествие по москве с очередной пленочной камерой я хочу сделать маленькое предисловие и рассказать вообще как мы пишем эти видосы и что у нас получается что у нас не получается например видео которое вы сейчас посмотрите мы записали ну буквально пару дней назад потом отнесли пленку проявили ее и поняли что получилось то по факту сами кадры для на на наш взгляд не очень но представляете вы потратили достаточно много времени мы встретились мы там пошли писать стали все это проявлять ну и потратили какие-то деньги да и на пленку и на монтаж и жалко жалко не выкладывать ролик поэтому в данном случае результат более-менее приемлемый я его выкладываю камера которая про которую сейчас будем вести речь на самом деле может больше намного больше и мне очень жаль что я не смог показать весь ее потенциал объясню косяки которые присутствуют у меня данным видео фишка в том что снимаю я в основном на намотки потому что ну вот снять 36 кадров достаточно сложно и мы берем пленку режем на три части и мотаем в катушке в данном случае у меня было под рукой намотка гектар 100 но москва осенью на сотку и двухсотку уже не фотографируется то есть сейчас надо снимать минимум на 400 потому что на улице дождь очень пасмурно и из-за этого картинка получается темная например несколько первый кадр мы снимали примерно в 430 по времени и он получился более-менее светлым далее ну по мере удаления становилось темнее 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 а когда мы фотографируем со вспышкой у нас получается супер светло то есть у нас объект получается четкий и ясный а все что вокруг просто чернота конечно это не есть хорошо но надо с этим смириться то есть пленка гектар 100 она очень крутая но она для очень хорошего освещения следующий ролик который я выложу буквально через пару дней он снят чуть позже в этот же день но на fuji 400 и очевидно что как бы прошел час но фотографии намного светлее получается вот поэтому все следующие видосы наверное я буду снимать на какую-нибудь пленку типа реально fuji 400 и намного раньше по времени и либо на лома 800 но вам 800 как бы не могу снимать именно одну и ту же пленку это как-то немного заезжено будет поэтому будем как-то защищаться вот в целом фотографии которые сейчас получились по кадрированию мне очень нравится некоторые из них особенно первые мне в принципе нравится да и по свету хоть и немножко темновато но они прикольные вот можно немножко фотошопе в целом еще подтянуть освещение заметьте это все-таки не искажение фотографии это просто делаю светлее ну потому что косякнул это нормально вот поэтому наслаждайтесь и смотрите что умеет делать эта камера всем привет с вами леонид сегодня достаточно дождливая московская погода и вообще мало кто пишет какие-то репортажи когда в москве хреново до холодно и мокро сейчас у нас то дождь то не дождь вообще непонятно но снимать-то хочется и поэтому я хочу доказать вам что можно снять на супер простую камеру супер крутые кадры у нас сейчас как раз проходит гивэвэй на вот эту вот малышку это samsung finna 21c на самом деле это самый обычный samsung finna который можно чисто теоретически купить и за 500 рублей на авито вот но скорее всего он будет сломан поэтому купить его вандер фото чуть дороже но он будет работать вот вот это прозрачная камера видите она как коллекционная на самом деле коллекционная камера очень ценится и найти их очень сложно вот суть в том что несмотря на то что она прозрачная и как бы дорогая это самая простая мыльница по факту любой samsung это тоже самое самый простой samsung finna 21 samsung finna 30 samsung finna 40 и так далее в чем фишка эта камера чтобы отключить вспышку здесь надо держать на кнопку и одновременно нажимать собственно чтобы включить вспышку без и чтобы она была принудительной надо держать вспышку и нажимать если вы не хотите париться вы снимаете в авторежиме то есть пышка может быть может не быть это ты просто смотришь и просто нажимаешь пленку я взял эктар соточку это намотка кстати с родной катушки ставим работает камера двух пальчиков батареек вставляем пленку открываем нажимаем на первый кадр и он начинает мотать сейчас проверим как он смотался пленка цепанул счетчик кадров работает можно приступать и кстати где мы находимся мы находимся на бил метро белорусская то лесная улица здесь у нас такой большой бизнес-центр недалеко отсюда есть депо очень крутой квартал мы туда потихонечку попробуем дойти если конечно не потратим наши 12 кадров здесь я уже присмотрел крутое место которое можно сфоткать поэтому погнали ребята самая большая проблема таких камер в авторежиме что они включают вспышку когда она реально вам вообще не нужно особенно вот сейчас ну зачем нам вспышка а еще важно что мы хотим снять вот вот то вот отражение цирк церквушки в окнах честно я не знаю что получится тем более у меня нет на приближение удаления но такой общий вид мне кажется будет круто поэтому я принудительно вспышку отключу чтобы для этого надо открываем камеру я зажимаю без вспышки поворачивайся нажимая фоткать вау вспышка реально не сработало обратите внимание что на многих камер такого рода надо очень сильно вдавить кнопку прямо знаете чуть ли не весь свой ноготь вдавить туда чтобы она не сработала потому что иногда бывает и нажал она все равно срабатывает потому что но типа плохо нажал но все-таки что вы хотите 20-летней камеры конструкция тогда была ну такая себе что двигаем дальше наверно сейчас снимем перспективу а зачем мы зачем нам прям отключаться пойдем со мной будем идти достаточно медленно чтобы камера успевал фокусироваться на моем бородатом лице вот здесь отличная городская перспектива как собственно здесь мы начинали наш видос давайте без вспышки сфотографируем это все представьте себя в каком-то мегаполисе токио или нью-йорка не отходя от кассы здесь есть такие железные крутые чуваки мы тоже без вспышки сейчас их сфоткаем пойдем поближе конечно надо выбрать любимую часть этих чуваков можно сфоткать конечно половину вообще я люблю кадры вот такого формата но кому-то для нравится именно подпечатали так вот такие фотографии давайте сделаем прямо вот так и посмотрим что получится и попробую чувака захватить целиком называться это будет большой человек на фоне маленького города пойдем дальше искать какие-нибудь классные штуки стандартные вещи для нашего испытания это портрет мы нашли такое достаточно однотонную поверхность достаточно прикольную и я сделаю портрет причем два раза первый раз мы сделаем его в авторежиме посмотрим что камера нам предлагает со вспышкой без вспышки что она хочет и второй раз я сделаю без вспышки потому что я все еще считаю что вспышка сейчас не нужна и так что мы делаем поворачиваемся нам любезно помогать сегодня красная шапочка фотосессии и так твоя задача посмотреть меня прямо в душу это первый кадр был без вспышки принудительный второй щас делаю в авторежиме как скажет камера камера обычно говорит что она хочет вспышку так что приготовься ослепнуть 34 я ослеп даже в виде искателя когда смотрел вспышка конечно достаточно мощная также я не мог не упустить такой момент что мы ходим по нежнейшей лучшей сочной спелой собянинской плитки и вся лесная улица вообще все есть вокруг за просто утрамбованной этой шикарной плиточкой и мои грязные кеды просто достойны быть запечатлены на этом странном месте но чтобы все было максимально красиво добавим немного грязных осенних листочков пойдемте найдем местечко лужу и листы я нашел его любовь я так вижу и сделаем опять же без вспышки дело сделано